всем привет это дима коваленчик это канал гитарист онлайн и это я говорю из студии red sim mastering сегодня будем заниматься непроследственным мастерингом на аналоговых приборах которые есть в моем распоряжении вот и ну предыстории то как это все выглядит у меня я вам уже рассказал теперь зная то как у меня здесь все расположено давайте сразу приступим к делу и так я загрузил тот проект который мы свели и в этот раз мы будем мы будем мастеринговать именно цифровое вариант сведения то есть сведение которое было сделано полностью in the box ну обычно всегда когда приходит ну приходит трек на мастеринг надо его очень внимательно послушать я слушаю несколько раз иногда отвлекаясь иногда даже открываю дверь выхожу из комнаты слушая его из через проем двери как он звучит там что пропадает что-то не пропадает слушая на разных громкостях короче очень много времени трачу на то чтобы в разных ипостасях ознакомиться с в разных режимах прослушивания как моего собственного личного психического психологического так и физически моно в стерео тихо громко из разных мониторов все это послушать и по мере и по ходу дела я всегда делаю для себя заметки либо я просто запоминаю что нужно сделать либо уж прям записываю вот ручкой на бумажку вот и точно также я поступил решил поступить и в этот раз но я как бы не записывал меня я запомнил потому что есть здесь несколько таких вещей которые я сделаю для примера не будут там прям с научной научной точностью делать мастерки это сделать для примера чтобы как бы общее впечатление об этом мастеринге у нас не получить любом случае будет получится должно получиться неплохо вот а как верно парочку таких точечных изменений я себе наметил поэтому записывать их на бумажку нет смысла я просто запомнил вот но послушать этот трек целиком можно было после того как я закончил сведение на одном на видео как на последнем видео мы его слушали целиком и сейчас послушаем фрагментарно еще раз чтобы просто освежить памяти как он звучит да поехали а Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем, давайте сделаем вид, что мы послушали внимательно несколько раз этот микс. И по ходу дела я еще, когда слушаю, отмечаю маркеры, ставлю, чтобы послушать, можно было удобно передвигаться по миксу. Не в плане того, какая у него структура, где припев, а где куплет, а где по музыкальной насыщенности, по изменению музыкальной текстуры, фактуры, музыкальной картинки я расставляю маркеры. Помогает в этом очень быстро сориентироваться еще и вейвформа, то есть картинка трека, которую мы имеем. Это очень помогает, это ускоряет процесс. Но в любом случае, я когда прослушиваю, все равно тыкаю маркеры, может какие-то из них потом двигаю по мере работы. Вот. И есть самые тихие места, есть средние насыщенности места, есть чуть понасыщеннее, есть сольные места, где вдруг проявляется некий инструмент, который там занимает какую-то частотную нишу, и мы должны с ним что-то делать или ничего не делать, проверять. И есть очень насыщенные по громкости, это прям видно, такая колбаса утолщается, вот как здесь под самый конец, есть такая наиболее насыщенная динамически и инструментально кульминационная часть произведения. В общем, я его тоже выделил, и судя по всему, в плане гейна мы будем работать именно над ней, потому что максимальное значение гейна мы будем выставлять по ней, потому что все остальное уже будет чуть легче, и оно будет немножко проседать по гейну, и ему будет легче дышать, по-моему. А основную динамику, запас по динамике гейна мы будем выставлять по ней. И значит, давайте сразу, какие я решил сделать, нужно здесь превращение с этим миксом. Значит, первое, что нужно сделать, это в этот раз я буду пользоваться моим преампом, для того, который находится с левой стороны от меня, там же, где мультибенд компрессор, и там же, где графический эквалайзер. Графическим эквалайзером, мультибенд компрессором в этом миксе я делать и использовать не буду, потому что очень хорошо сбалансированы транзиенты, все звучит очень так, пульсирует, все дышит, все хорошо. Общая картина в плане тембров тут требует некой коррекции, но не такой, которая должна происходить на начальном этапе, прям с помощью таких очень аккуратных изменений с помощью параметрического эквалайзера. Здесь это не обязательно. Есть парочка мест, но они делаться будут потом, дальше. Вот. Но самое главное, самое первое, это то, что мы должны сделать, это немножечко причесать микродинамику с помощью клипирования на преампе. Преамп у нас ламповый, с довольно широким спектром тональных, ну, там, придания окрасок, да, оттенков, тональных оттенков, которые мы можем придать этому треку. Поэтому мы сейчас возьмем среднезвучающий трек, среднезвучающий фрагмент, это там, где живой риф гитары, барабаны и, по-моему, больше ничего. Или вот этот вот, допустим, вот это место. Да, и хочу заметить, что сейчас мы слушали байпас. А вот теперь мы будем уже выставлять громкость... Будем выставлять громкость по живьем, так сказать. Мы перенаправим сигнал на вот эту утилю, на аутборд. Вот, и сейчас я подключил так, что сигнал идет сразу на мой преамп. И из преампа, минуя все остальное, заходит обратно. Это для того, чтобы я сразу увидел, как преамп будет обрабатывать мой трек. А вот уже, что будет дальше. Здесь мы выставим основной гейн, который будет потом поступать на все остальные приборы. То есть на эквализацию, на компрессию, на второй компрессор, если надо будет. Вот, и в общем, на вот это все. А поэтому основное формирование гейна, основное формирование гейн-структуры нашего мастеринга, оно будет происходить с помощью преампа. И поэтому давайте посмотрим, что происходит у нас, когда мы запустим уже звук через преамп. Должен сразу сказать, что, скорее всего, сразу будет очень тихо, и нужно будет каким-то образом покрутить ручки громкости входного сигнала, выходного сигнала с преампа, и вольтаж, который тоже играет, он тоже, не вольтаж, а сопротивление входного сигнала. Оно тоже играет роль на гейн, структуру влияет, и влияет еще и на тональную составляющую. То есть можно сделать громче гейн входного сигнала, но меньше сопротивления, и тогда сигнал будет более прозрачный. А можно сделать больше сопротивления, и уменьшить входной сигнал. И тогда звук станет более жирным, более увесистым. Это уже точно я проверял сто раз. Для этого трека я буду использовать нормальный вольтаж, не буду делать хай вольтаж. И если кому интересно, напишите в комментариях или еще как-нибудь. Я отдельно покажу, как это звучит. Сейчас мы не будем это испытывать. Потому что я знаю, что для такого звучания лучше использовать нормальный вольтаж. Я уже проверял просто. Итак, поехали. Вот мой преамп. Я буду показывать камеру в руках, без штатива. И сейчас я буду показывать, как я немножко исчезну из экрана, но зато видно будет, что я делаю и как это влияет на гейн-структуру нашего звука. Поехали. Продолжение следует... 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 0 это минус 18 И это RMS Поэтому, когда у нас зашкаливает стрелка на красное Это значит, что мы где-то вот здесь находимся В цифровом диапазоне И поэтому он как бы не... Но при этом он начинает разогревать Вот видите, написано Tube Warms Это вот как раз то, что выходной сигнал Перегружается на лампах Лампы испытывают легкий перегруз Придают окраску И вот как раз это уже и является Ну, то, что придает сатурацию Вот, и сейчас я вам еще одну вещь интересную покажу Ну, вот смотрите, как ведут себя индикаторы Для начала, да, на самом приборе Вот видите, у нас RMS Здесь были на минус 16 А стрелочка как раз чуть выше нуля прыгала То есть это вот оно как раз и есть И вот давайте я еще вам еще интересную вещь покажу У меня есть такой плагин Сцелоскоп называется Который показывает в живом, в реальном времени форму волны Я сейчас его увеличу на весь экран И покажу вам эту форму волны И я его переставлю, наверное, на мастер шину Да, на мастер лучше переставить Вот сюда Вот и Или нет А, вот сюда мы его переставляем На выход Чтобы можно было послушать Посмотреть форму сигнала И на байпас И обработанный И вот давайте послушаем Сначала байпас И посмотрим, как выглядит сигнал Да, как выглядит форма волны В реальном времени Вот А теперь переключаемся на сигнал Который У меня гром Уникальное время для элата У нас вроде как начинает идти дождь Раз Будет причем гром И будет сильный дождь Знаете, на самом деле Для того, чтобы это все было еще более наглядно Я скопирую этот Этот плагин На выход Итак, вот у нас есть стерео выход Плагин А снизу Это его Или давайте наоборот Сверху я поставлю Это то, как выглядит волна оригинала Да А снизу То, как она будет выглядеть После Обработки После того, как проходит через наш преамп Итак Вот сейчас оригинал Стоп Извините Мне надо его переставить Так даже на этот На мастер Вот сюда О, вот Мастер Видите Тут у нас будет Значит Микс А тут мастер И вот мы Давайте посмотрим Сейчас будет микс ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть видите, как интересно все получилось Сейчас я их заморожу вам Для примера Исчезли Исчезли ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну не важно Я хочу просто, чтобы вы обратили внимание На то, как выглядел необработанный сигнал Да Как он выглядел И сравнить И соответственно Вот как он звучит Он звучит более так вот С одной стороны Более открыто Дождь пошел уже А с другой стороны Он звучит более Как бы И еще и тихо Более-менее насыщенно Вот А сигнал Который уже обработан Прошел через преамп Он приобрел сатурацию Он приобрел клипирование То есть обрезаны были Верхние такие Вот Верхняя ДИНАМИЧНАЯ Составляющая Вот этих вот Пиков Да Вот мелких Совсем мелких Они были Софт клипированы Вот Из-за чего-то этого У нас появилась возможность Немножко уже сделать громче Нашу фонограмму Если надо будет сделать тише Чтобы неравнее перегружать Вход на компрессоре Допустим Мы сможем это сделать тише Но сейчас Мы выставили Вот ту оптимальную громкость Которую нас позволил Дать наш преамп Преамп мы настроили В принципе Это звучание Меня устраивает Я вы видели Я сделал гром Больше вольтаж Точнее Больше Входное сопротивление Уменьшил Входную громкость Потом Добавил громкость Уменьшил Входное сопротивление Поигрался Послушал Тембры И моментально Подобрал тот звук Который вот нам подходит Он звучит более мощно Более насыщенно И К тому же Еще и громче Это вот то Как это получилось ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так Дальше Из тех заметок Что я сделал на полях Теперь я Переключу Сигнал Так чтобы он уже пошел Через эквалайзеры И Компрессоры И уже буду выбирать Буду решать Какой из эквалайзеров Как использовать И какой компрессор И какую компрессию Будем подбирать И для начала Будем выставлять Опять же Гейн Вход на Каждый из приборов И уровень выхода Из каждого из приборов Вот Сейчас переключимся На Переключу Выход из Преампа В Эквалайзеры В правую часть Моей В правую часть Моей консоли Которая уже В принципе Является основной Итак Продолжаем Вот я Переключил Сигнал Который пойдет Сначала Вот в эти Эквалайзеры Из них Он идет Сквозь вот этот Эквалайзер Потом ДСР После ДСР Он идет У меня По моему Вот Вот сюда В этот Лимитер А потом В компрессор Вот этот И мы Идем В этот раз Минуя Компрессор Берингер Потому что Он в этой песне Нам не пригодится Вот И давайте Теперь разберемся Все таки Что я хочу делать Ну Картинка Конечно Несет чисто Иллюстративный характер Хотя тем не менее Думаю Можно будет При желании Разглядеть Что Более не менее Что я делаю Вот Я буду еще Объяснять По ходу дела Значит Смотрите Эквалайзер У меня сейчас Стоит в байпас На DS3 И на вот этом Эквалайзере Есть холодный байпас Поэтому Они у меня Просто пока Выключены Вообще И они находятся В состоянии Байпаса Поэтому Звук Про них пройдет Этот компрессор Не имеет Холодного байпаса Его нужно Обязательно Включить Потому что Вот И он Проходит Как и этот Он просто На лампах И эти Эквалайзеры На лампах Вот эти Два Вот Поэтому Их нужно Включить Но у них Есть режим Байпаса Поэтому Сигнал Сейчас пойдет В байпас Сквозь вообще Все это И вот этот Он у меня Включен Но он тоже В режиме Байпас Причем у него Байпас холодный Если он мне Не нужен Будет Я его просто Выключу Если я решу Что он нам Вообще Не нужен И Я его Выключу И сигнал Пройдет И насквозь И таким образом У нас Сигнал Пойдет Самая главная Нагрузка Будет Работа Произведена Вот на этом Эквалайзере На этом И Может быть Возможно Деэсер Из-за сатурации Возникнет Необходимость Вмешаться В какие-то Высокие частоты Может даже В средние Не знаю Посмотрим Но он у меня На готове Он по крайней мере Стоит в цепи Но в холодном Байпасе То есть Сигнал проходит Мимо него Не задевая В любой Нужный момент Я его могу Задействовать Итак Заметки на полях Что я решил Что нужно сделать Ну первое Нужно сделать Поплотнее Чтобы звучали басы Чтобы более увесисто Более плотненько Звучали Значит Для этого Нужно С помощью лампового Эквалайзера Бустануть Будем слушать Дело в том Что он очень широкий Такой Будем слушать Либо бустануть 100 Либо 60 Герц И вот здесь У меня есть Этот переключатель И мы переключимся 30 конечно нет Вот Но посмотрим Немножко добавить Высоких То есть Самых высоких Это вот у меня Здесь есть На 16 килогерцах Стоят И попробуем Немножко добавить На не очень широкий Q-фактор С не очень широким Колоколом Таким шириной Полосы Где-то на середине Вот Он может быть Очень тонким Кстати говоря На Нулевом значении Это очень-очень Выборочная Тонкая полосочка Получается На самом деле А вот Если на 10 То получается Прям почти Полспектра Он за него Может бустануть Почти всю половину Спектра Все высокие До низкой середины Доходят То есть Настолько это все В общем может быть Поэтому я поставил Где-то на серединку И где-то В среднем режиме Будем бустовать Вверх Это первое Что мы сделаем После того Как проверим Что по гейну У нас сигнал Проходит хорошо Вот Потом есть место Где вступает Соло-гитара И она слишком Такая вот Гнусавенькая Все-таки Получилась у меня И в этом месте Мы ее подрежем С помощью Вот этого эквалайзера Мы его Я его включу Наверное Мы найдем полосу На которой Значит Видно да Что он загорелся У меня включен Вот И я выберу В полосе В верхнем Диапазоне частот У меня тут От 200 до 2 кГц И я выберу Где-то в районе 2-2,5 кГц Гитара Немножко начинает Так гнусавить В соло В кусочках И мы ее подрежем Чуть-чуть Буквально В средней Чуть выше Чуть-чуть уже Чем средняя ширина полосы Сделаем Это я уже сразу Заранее выставляю И где-то на 2,5 Мы поищем Мы сделаем Мы бустанем Эту полосу Вот так вот Покрутим ее И мы услышим Причем покрутим Сразу естественно Справа и слева Одновременно Вот Но пока он у меня В байпасе Вот Затем Что будет происходить Посмотрим как Компрессор Реагирует На Входной сигнал И какой у него Выходной сигнал Будем мы клепировать его Не будем клепировать Что там происходит Вот И заодно Пока он будет в режиме Байпас Опробуем еще и Лимитер Попробуем как Лимитер Он очень Добавляет Всегда Он очень Работает четко Добавляет Очень хорошую Панчивость Он очень Добавляет Кач Хороший Причем Не пампинг А именно Вот такой Кач По транзиентам Очень Очень Хорошо Подчеркивает Поэтому Может быть Мы им Воспользуемся А уже Тогда Вот На этом Компрессоре Мы просто Немножко Добавим Общий Такую Вот Он немножко Умощнит Звук И все Поэтому давайте Начнем с того Что посмотрим Как у нас С уровнями Вообще Происходит Поехали Значит Я сразу Заметил Что Входной Сигнал На компрессор Пошел Сразу Перегрузил Входной Каскад Потому что У меня Стрелка Ушла Сразу Резко Вправо Просто Легла В красное Ну Мы Как бы В цифре Мы В цифровом Когда мы Возвращаемся В компьютер Мы здесь Не клиповали У нас Мы сюда Смотрим На Аутборд На выход Из аутборда Вот Но при этом Мы Все таки Это перегруз Он пока Не нужен Поэтому Я включил Этот Вот этот Эквалайзер Потому что На нем Есть регулировка Громкости Выходного Сигнала И с помощью Него Я просто Почему Я не захотел Убирать Выходной Сигнал На Преампе Потому что Он Разогревает Трубу Ну Трубу А лампы Которые Формируют Звук И вот То Как мы Там Выставили Звук Мы уже Его не Трогаем А регулируем Теперь Его Общую Громкость С помощью Какого Нибудь Прибора На котором Есть громкость Например Вот у меня Удачно Получилось Что у меня Есть такой Эквалайзер На котором Есть грузка Громкости Мы Можем Просто Чуть Чуть Его Прибрать На входе В компрессор Да Пока Вот Но Мы же Посмотрим Еще Что Потом Будет С этим Компрессором Ну А теперь Давайте Возьмемся За эквализацию Как я Говорил Я буду Добавлять Басы И Верха Добавлять 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас послушайте байпас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас включаю обработку. Это у нас преамп и эквалайзер. И ламповые эквалайзеры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот сейчас как раз будем искать тот самый тембр, на котором у нас гитара работает. Слушаем, посмотрите внимательно за руками, и что будет происходить. Я сейчас его сперва бустану, найду, а потом уберу. Послушайте, как гитара, что с гитарой происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok